Летние ярмарки работают во Владивостоке. Здесь жители города могут купить продукты с домашних полей и изделия ручной работы от приморских производителей. Когда начинается сезон и начинаются проводить ярмарки в городе, я с удовольствием посещаю. Если у меня есть время, я с удовольствием хожу, смотрю, выбираю, покупаю. Мне ярмарки привлекают тем, что здесь ассортимент именно продукции. В магазине продукция, как мне кажется, хуже качеством. Здесь, например, сейчас сезон, помидоры очень хорошие, красивые. Здесь можно выбрать из различной ценовой категории, из различных видов. Я это все очень люблю, поэтому с удовольствием хожу, выбираю. Цены, например, на овощи, да, на какие-то выше, чем в магазине. Но если мы сравниваем с сетевыми магазинами, там, может быть, можно купить дешевле. Но качество овощей меня там не устраивает. Ярмарки развернулись по четырем адресам. На улице Адмирала Фокина представлены крупные приморские предприятия. Мясо, овощи, фрукты, швейные изделия, продукция из самых разных районов края. Сразу за тремя прилавками идет торговля медом. У нас, да, у нас еще дедушка начал заниматься пчеловодством, отец продолжил. Сейчас вот еще младшая сестра моя идет ветеринаром тоже, чтобы продолжить уже дело отца. Мы отталкиваемся из позиции качества товара, затраты на товар, на продукцию. То есть все это вместе складывается и получается стоимость товара. Можно приобрести здесь и другие товары, картины, сувениры и даже мягкие игрушки. Все тонкая ручная работа местных мастеров. Я сначала шила сама, потом ходила по разным фестивалям. Сейчас ходим сюда. Сначала идея, потом рисуешь какой-то эскиз, потом уже воплощаешь, ищешь материалы. На Жигура 2Б тоже идет торговля. Люди покупают продукты на ярмарке по пути домой. Продавцов все устраивает, кроме состояния местной дороги. Груженные машины проходят с трудом. Общая проблема с заездом в том, что начинают ломаться машины в плане стойки, рессоры бывают, летят. Потому что машины груженные, вес большой. То, что везут всякую разную продукцию. Ну, как я говорил, от картошки до помидоров. И в связи с этим бывает, приходится тратиться на ремонт. Это как бы лишние затраты. Так бы все деньги пускаются на улучшение продуктивности, сборов и ухода за урожаем. И хотелось бы эту большую сумму пускать на это и улучшение, а не на ремонты какие-то. Небольшая ярмарка развернулась и на Басаргина-15, популярном месте прибрежных прогулок и морского отдыха людей. А на центральной площади торговля пока приостановлена. Здесь проходят международные спортивные игры «Дети Азии». Посетить торговые ряды можно в выходные дни с 8 утра до 8 вечера. Предполагается, что ярмарки будут работать до конца лета. Олег Завьялов, Василий Тихонов, Вадим Попов. Новости на 8.